Доброе утро! Любой расчетливый человек скажет, если вы только сейчас озаботились выбором новогодних подарков для друзей и близких, вы, конечно, уже очень припозднились. Хотя, безусловно, может быть еще хуже. А, впрочем, у нас на Ветте подарок вы можете получить в конкурсе новогодних открыток, если нарисуете свою и отправите нам на адрес конкурс собаковета.тв. А лучшие открытки еще и оживут в нашем эфире. Все подробности уже скоро, а вот еще о чем. Утренний Вестник на Ветте 24. Свежая автомобильная сводка. А что вообще происходит в автомобильном мире? Рубрика «Автомир». Кого любит удача? Везет ли пермякам в лотереях и розыгрышах? Создаем новогоднее настроение. Сюжет про приколы и рукоделие. Самая новогодняя выставка в Тюзи, когда часы 12 бьют. Не просто пуговица, а пуговица. Что значит это слово на самом деле? Пополняем свой словарный запас. Ну а начнем выпуск традиционно с новостей Перми и Края. Прямо сейчас. Краевое учреждение по содержанию дорог заключило с администрацией Ленинского района Перми контракт на уборку расположенных в границах района улиц. Об этом сообщил на пленарном заседании Пермской думы замглавы Перми по городскому хозяйству Дмитрий Галиханов. По его словам, техника отработала технологические карты, произвела вывску снега, проводила патрульную чистку. С 1 января 2023 года выходят работать уже самостоятельно, рассказал господин Галиханов. После проблем с уборкой снега в Перми прошлой зимой было решено передать полномочия по содержанию улиц в центре города на краевой уровень. Социально ориентированный и экономически обоснованный в Пермской городской думе принят бюджет на 2023 год и плановый период. Расходы городской казны направлены на реализацию национальных проектов, муниципальных программ, а также на завершение проектов к 300-летнему юбилею краевой столицы. Значительное финансирование предусмотрено на сферу дорог, благоустройства и образования. Были выделены средства на повышение заработной платы педагогам дополнительного образования, для того, чтобы мы смогли приблизить среднюю заработную плату к средней по нашему региону. Наверное, надо сказать и о том, что много. Ну и, конечно, это сохранение всех обязательств. В городе строится очень много учреждений образования. И сегодня очень важно не только выстроить образовательное учреждение, но и наполнить его содержанием. Поэтому выделение финансирования для оборудования, для технических средств. Также в городской казне запланированы средства и на снос аварийного жилья. Для этих целей будет создано муниципальное бюджетное учреждение «Полигон», которое, кроме сноса аварийного жилья, займется очисткой городской ливневой канализации и ликвидацией несанкционированных свалок. За счет того, что это будет бюджетная организация, мы сократим смертную стоимость работ и уменьшим сроки исполнения этих работ. Также хочу отметить, что в следующем году бюджетом запланировано строительство четырех многоквартирных домов. И порядка двух с половиной тысяч людей, как раз которые стоят в очереди по аварийному ветхому жилью, получат жилье. Продолжится в следующем году и работа над правилами благоустройства Перми. Как говорят сами депутаты, это живой документ поправки изменения, в который вносится по мере развития города. Из Пермского края в декабре увезли 101 тысячу елок. Они отправились в Белоруссию, Казахстан, а также в различные регионы страны. Об этом сообщает прислужба Россельхознадзора по Пермскому краю. Продукция прошла лабораторный контроль, карантинных объектов не обнаружено. Грузоотправителям хвойной продукции выданы карантинные сертификаты, сообщили ведомстве. Отмечается, что чаще всего елки уезжали в Республики Казахстан, Беларусь, Туркменистан, а также в Краснодарский, Ставропольский края, Московскую, Воронежскую, Белгородскую, Свердловскую, Ростовскую и Волгоградскую области. Из Пермского края с начала текущего года было вывезено 212 с половиной тысяч новогодних елок. Самым возрастным автором бизнес-проектов здесь не более 17 лет. Таковы условия обучающей программы «Бизнес-кидз». Ее проводит Пермский центр развития предпринимательства. Самые успешные получат гранты на свои проекты. Программа проходит в онлайн-формате. Это позволяет школьникам принимать участие вне зависимости от территории проживания. Обучение организовано в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы. Участие школьников в программе бесплатное. Мне кажется, что это классная возможность для ребят, как дополнительная деятельность, так и почувствовать себя в роли предпринимателя, развить свои навыки и монетизировать их. И уже в будущем планировать себя в качестве предпринимателя и реализовывать свои какие-то идеи, масштабировать их. За время реализации этого проекта обучение прошли более трех тысяч ребят. Итог акселератора не просто проба, бизнес-пера, но и реальная возможность уже в школьные годы запустить свой предпринимательский стартап. Победители получают денежные призы на запуск своего первого бизнеса, а также стажировки, экскурсии и подарки от партнеров конкурса. На этот раз первое место присудили проекту Ксении Лазаревой. Сам проект «Малдон» существует с 2020 года, когда все сидели на карантине, было скучно, нечем было себя занять. Вот придумала шить одежду. Это обучение дало мне полностью прочитать свою бизнес-модель, то есть какие затраты у меня будут, когда у меня бизнес окупится, оценить моих конкурентов. В дальнейшем я планирую развивать свой проект тем, что я хочу купить вышивальную машинку, чтобы уже не зависеть ни от кого, уже полноценно делать сама все свои изделия. В этом Ксении поможет выигранный денежный приз. Следующий набор школьников и старт потока обучения запланирован на первую половину 2023 года. Новый год – время щедрых предложений. Почти все мои знакомые жалуются. Активизировались банки, и каждый из них названивает с предложением выгодного новогоднего кредита по какой-то акции. На этом фоне активность проявляют откровенные мошенники. Об этом, безусловно, стоит помнить. Но в таком случае получается, что надеяться на удачу вообще никогда не стоит. Мы поинтересовались у пермяков, везло ли им по-крупному. И вот что люди говорят. Вы когда-нибудь выигрывали в конкурсах, лотереях или розыгрышах? На такой вопрос мы попросили ответить подписчиков телекомпании «Ветта» во ВКонтакте. Можно сказать, что пермяки – люди везучие. 41% проголосовавших повезло получить небольшой выигрыш, 34% отметили. Что касается удачи, то с ней у них отношения не сложились, ни одного выигрыша. Почти 9% похвастались, что получили главный приз. И 13% никогда не принимали участие в чем-то подобном. А вот что люди говорят на улицах города. Участвовал, но не выиграл. Вот сейчас откупил билет. Ждем бильярд. Как вообще относитесь к розыгрышам, к лотереям именно? Вот к каким-нибудь таким ситуациям? Да никак. Это надувательство народа, гробу говоря. Ну нет, это надо быть везучим. Возьмешь какой-то билетик или еще что-то, а так, не знаю. Не выигрывал. Ни разу? Нет. А как вообще к ним относитесь? Отрицательно. Почему? Ну, к неудачам. Вообще отрицательно. Ну, если не везло, так как относиться? Билеты лотерейные покупал, больше рубля никогда ничего не выигрывал. Когда есть лишние деньги у человека, которые уже не жалко потерять, можно рискнуть. Но так надеяться на это не стоит. Ни разу. А участвовали? Да. Как относитесь вообще к ним? Какое отношение у вас? Смотря к чему, к конкурсам положительно, к лотереям отрицательно. 100 рублей. Выигрывала, да. Ну там 100-200. Если не жалко, то можно участвовать, я считаю. Если не жалко денег, то можно. Почему нет? Что-то интригует. Интрига какая-то. Хочется выиграть. Пусть в новом году вам везет все-таки больше, чем в этом. Пожелание не отменяет необходимости надеяться только на себя, но, на мой взгляд, дает повод верить, что хорошего все-таки будет больше. Наведьте так точно. Про конкурс открыток. Ваши работы ждем на наш почтовый ящик. Конкурс собаковета.тв. Лучшие работы мы оживим. А их авторы получат призы. Наборы маркеров для скетчинга и скетчбуки. Чтобы было одно для другого. А потом, в новогодние праздники, именно вы выберете еще одного победителя в нашей группе ВКонтакте. Желаю удачи. Новый год – время добрых пожеланий и подарков. Телекомпания «Ветта» объявляет новогодний конкурс детских новогодних открыток. Присылайте ваши новогодние открытки на ящик конкурс собаковета.тв. Не забудьте указать ваше имя и фамилию и номер телефона для связи. Лучшие открытки оживут в нашем эфире, а их авторы получат призы. Еще одного победителя выберут зрители в нашей группе ВКонтакте. Ваша Ветта. Если вдруг вы не знаете, сейчас завершается год традиций и культуры народов России. Год народного творчества, народных промыслов. Приятно, что в Прикамье все это переживает ренессанс. Если не согласны, смотрите «Лобби-холл». В гостях с Татьяной Санниковой и директором Пермского дома народного творчества «Губерния» на нашем сайте «Ветта.тв». Он вышел накануне. Ну а прямо сейчас расскажем о возрождении традиций в Уссолье. Да, там оно тоже происходит. Расскажите, что это у вас такое? Это райок. Интернет 17 века. Лучшее развлечение на ярмарках. Уссолье Строгановское принимает гостей. В эти выходные здесь состоялся фестиваль «Горный город». Приехали гости из территории заводской истории. Сива, Юг, Суксун, а это Пожва. Пели, танцевали, себя показали, других посмотрели. Нам на празднике очень нравится. Здесь весело. Есть чем заняться, развлечься. Чайный керлинг это самое лучшее, что мы здесь обнаружили. Вот что значит глаза разбегаются. Здесь гости фестиваля варят соль. Как-никак у соли центр солеваренной промышленности. А здесь куют железо, пока горячо. Мы тоже не остались в стороне. Решили проверить силушку журналистскую. Держите, поменяемся. Не тяжело? Не, привычно. Вот это я ударила. Фестиваль посвящен феномену горнозаводской культуры, ее предпосылкам, географическим и историческим особенностям. Журналист Елена Растянец представила серию путеводителей путешествия с Алексеем Ивановым. А это лекция показ от историка моды. Вот вам классический образ промышленника. Сейчас на мне надет дневной мужской костюм начал 20 века, собранный целиком и полностью из подлинных предметов. Отправной точкой фестиваля стал город Дедюхин. В первой половине 20 века он был одной из окраин Березняков, а в 19 столетии носил гордое звание горный город. С появлением Камского водохранилища Дедюхин уходит под воду. Уральский город Китиш не иначе. А вот что местные говорят. Я-то вообще фольклорист у Сольский. Есть у вас какое-то мифическое существо? Мифическое существо? Кто у вас здесь водится? А, у нас, знаете, у нас чиликуны есть. Кто это? Чиликуны – это которые в рождественские святки в огородах бегают, прячутся. Без сувенира никак не получится уехать. Прикамские мастера привезли на ярмарку диковинки. Умельцев у нас много. Ткачество, резьба по дереву, обработка камня и другое. Сегодня с нами участники проекта «Пермская диковина». Это проект, который поддерживает и развивает народные художественные промыслы Пермского края, ремесленничество. И сегодня приехали сюда несколько ремесленных артелей, которые работают в разных территориях нашего Пермского края и привезли с собой удивительные изделия. У Сольи – древняя столица земель Строгановых. И это притягивает туристов. Гости фестиваля могли заметить, как площадь музея-заповедника приобретает новый вид. Вечером здесь все преображается. Благодаря подсветке после окончания реконструкции место станет еще прекраснее. Анастасия Петухова, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта». Хобби – любимое занятие, верный способ снять любой стресс. Поэтому, если работа у вас нервная, займитесь каким-нибудь рукоделием или по дереву вырезаете. А если понравится, сделайте хобби своим любимым делом, завяжете со стрессовой работой и больше не будете работать ни дня. Кого ограбили? Где лоскутки брали? Я вообще по профессии портная. У меня очень много лоскутков. Ведь, по идее, так много сейчас разных сувенирчиков. А вы вручную решили? А я решила вручную сделать вот такого вот красавца. Сколько у вас на него ушло? Недели две. То есть вы сами с иголочкой? Да. С ниточками, с лоскуточками? С лоскуточками. Он у вас, слушайте, какой-то с характером получился. Ну, да. На грузину похож. Это с чем связано? Ну, нос такой. Сказать, что у вас сейчас напряженная пора, это, наверное, ничего не сказать. Мы заглянули в магазин сувениров, приколов, в общем, всех новогодних приготовлений. А это кто? И сразу нам отвечает табличка Дед Пихто. Ну, вот вам и идеи все. Где-то, кстати, конь в пальто тут есть, и принц на белом коне. Гости из Самары. Слушайте, нам пора своих тоже делать. Ну, вы же раз умеете шить, то можете. Можно? Я вообще изготавливаю брошь. Да вы что? А где они? Вот там, полочки. Ну-ка, дайте глянуть. Так вот он, где праздник-то, да? Вот когда можно сделать все, что угодно и из чего угодно. Да, из-за всяких вот остаточков, из бусин, ленточек, пряжи, перышков. Которых у вас-то много, точно. Много, много всего. Так в каждом доме тоже. Тоже много всего, в каждом доме. Можно сделать себе вот такую красоту. Главное, немножко фантазии и очумелые ручки. Ага, а если даже и ручки не из того места растут, то скрутить любые лоскуточки? Тоже можно. Тоже получится. Да, и ограбить собственную бабушку на блески. Год такой наступает, когда украшений много не бывает. Любые блески, любые стразики, любые вот кружавчики, и все будет в тему. Все будет в тему. Да, а мы в тему поняли, что хотите кроликов с зайцами, пожалуйста, хотите брошки тоже. Главное, чтобы настроение было точно. самое главное было настроение новогоднее. Но вы же им делитесь? Конечно, обязательно. Наталья Тиньковская, Сергей Антонович, телекомпания Ветта. Ну, а прямо сейчас давайте узнаем, что еще новенького в Перми и крае. Тенденции и тренды, события, как известно, освещает пресса. А мы освещаем то, что освещает пресса в регулярном обзоре. Проще говоря, тенденции и тренды, события в рубрике «Пресс-парад». На заседании экспертного совета по подготовке к юбилею Перми руководители проектного офиса Перм-300 представили линейку основных событий юбилейного года. Количество праздничных событий укладывается в цифру 300+. Из них выделяются 16 флагманских событий. Разработчики программы настаивают на том, что в названии Большого летнего фестиваля должны быть обозначены «Белые ночи». По словам руководителей офиса, мало кто за пределами Пермского края знает, что этот феномен присущ здешним местам. «Белые ночи» ассоциируются с Санкт-Петербургом, поэтому пермские «Белые ночи» нуждаются в прославлении и продвижении. Госдума приняла во втором чтении законопроекта единой биометрической системе. В обновленном документе предполагается запрет на принудительный сбор биометрических данных и запрет на дискриминацию людей, которые отказываются предоставлять эти данные. В поддержку инициативы проголосовал 291 депутат. Против 81,1 воздержался. Цена газа в Европе ускорила рост, приблизившись к отметке в 1250 долларов за 1000 кубометров, об этом говорят данные лондонской биржи. Цены пошли в плюс на фоне новостей о взрыве и последующем пожаре на газопроводе Уренгой-Помары-Ушгород, в результате чего погибло 3 человека. Газопровод Уренгой-Помары-Ушгород пересекает российско-украинскую границу в районе станции Суджи в Курской области. На сегодняшний день это единственная точка входа российского газа на Украину для транзита в Европу. Порой в прессе, да и в других источниках информации ключевым может оказаться что-то неочевидное. Отсюда важно внимание к формулировкам, к словам, которые произносят или пишут люди, которые принимают решения или влияют на их принятие. А в следующей нашей рубрике мы не то что обращаем внимание на слова, в ней слова главные герои, словарный запас. Что такое пуговица? И какая тут тайна может быть в таком обыденном слове? Может и есть. Пугва, пугва или пугвь, выпуклость, горбок, холмик, пучок. Это все она со старославянского. Но это понятно. А вот что непонятно. Пуговица имеет тот же корень, что и слова. Пугать, пугало, пугач. Совпадение? Отнюдь. В старые времена носили славяне простую одежду. Рубахи, косоворотки, сарафаны. Надевали их через голову и никаких застежек там не требовалось. Накинул, пошел, все просто. Зачем усложнили? А из-за нечисти. Люди верили, что вокруг ее полным-полно русалок, леших, кикимор, овинников и прочих. И вот, чтобы спокойно ходить по воду на охоту по грибы и ягоды, нужен был действенный оберег. Кому за таким магическим предметом обращались правильно? К местным ведуньям. А уж те гораздо стараться. С фантазией к делу подходили. В какую-нибудь красивую маленькую коробочку орешек проталкивали. В сверток сушеную травку заговоренную оборачивали. В расшитый каменьями мешочек землицы особой насыпали. Прикалывали такой или пришивали на ворот рубахи, например, и при ходьбе этот оберег побрякивал да постукивал, а значит, и нечистых отгонял. Пугал одним словом. А что это у тебя, Дарина, такое красивое к душегреечке льнет? Ах, то пуговица моя секретная. Слышен звон бубенцов издалека. А ведь это тоже пуговицы. И для того же самого их на тройках навешивали. Искакали тройки по родным просторам со звонкими оберегами, чтобы придать храбрости издакам. Пуговицы, пуговицы. Со временем кто-то умный догадался, чего просто так их носить. Можно прорезь сделать и воротник застегнуть. Полезно и практично. Так пуговицы и приобрели, что называется, бытовой характер. Но на них все равно продолжали знаки рисовать и камни вшивать в качестве оберега. Сегодня уже никто никого пуговицами не пугает. Застегиваются, расстегиваются и украшаются ими как захотят. Но старинное название так и осталось. Теперь ты знаешь больше. Молодец! В наших проектах мы стараемся сделать все, чтобы вы могли лучше узнать Пермь и Пермский край. Но если в ряде программ и рубрик мы рассказываем какие-то вечные вещи об истории, о культуре, о традициях, то, например, проект Дорожная карта надеюсь все-таки временный. Ну, то есть я надеюсь, что вот эти все пробки, дорожные трудности когда-нибудь канут таки в лету. Ну, а пока давайте узнаем свежие дорожные новости со всего мира. Автомобильные новости со всего мира в проекте Автомир. Всем привет! Сколько будет стоить ТО в 2023 году? А также нужно ли прогревать автомобиль в мороз? Обо всем этом и не только в рубрике Автомир прямо сейчас. Техосмотр в России с 1 января подорожает. Согласно октябрьскому приказу Федеральной антимонопольной службы минимальная ставка техосмотра легкового автомобиля в России составит 913 рублей. Подобная ставка с 1 января будет действовать в тех регионах, где тарифы были ниже. С 1 января 2023 года процедура техосмотра самой массовой категории легковых автомобилей в среднем подорожает на 57%, сообщает коммерсант, изучивший документы 45 российских регионов. Согласно приказу Федеральной антимонопольной службы предельной цифры на ТО для каждого субъекта устанавливают региональные власти. Определить их нужно было до 20 декабря. Новые цены должны заработать со следующего года. Нужно ли прогревать двигатель на холостых? Нас как учили? Прежде чем начать движение в холодную погоду, необходимо прогреть мотор до рабочей температуры. Дело в том, что с советских времен автомобили кардинально изменились. В те времена на большинстве автомобилей стояла карбюраторная топливная система. В холода, когда бензин попадал в холодный коллектор, его капельки оседали на стенках. Топливо плохо испарялось и воспламенялось. Соответственно, были провалы при нажатии педали газа. В те времена действительно стоило подождать, когда мотор как следует прогреется. Сейчас же топливная система устроена по-другому. Автомобили оборудованы системой впрыска топлива в опускные каналы или в цилиндры. Управляется все электроникой. Стабильные или рабочие обороты достигаются уже за 20-30 секунд. Другое дело, что масло еще не обрело нужную текучесть и его тоже нужно согреть. Но гораздо эффективнее будет это сделать аккуратно тронувшись с места и не завышая обороты. На ютуб-канале Beyond the Brick рассказывающем об уникальных моделях из Лего появился ролик, который демонстрирует фантастические работы энтузиаста Штефана Вайнерта. Он, к примеру, собрал из деталей конструктора огромный судовой двигатель с работающими поршнями и вращающимися коленчатыми валами. А также показал довольно реалистичный процесс погрузки агрегата на 40-колесный тягач, который также был создан из Лего. Это были все новости автомобильного мира. Оставайтесь на Венте, смотрите Эх, дороги. Пока-пока. Воспитание Воспитание это сложный процесс. Многие методы воспитания, которые работали раньше, когда меня воспитывали, сейчас могут показаться, например, неэтичными и вообще не соответствуют духу времени. Поэтому задача ответственных за воспитание в государственном масштабе искать подходы к современной молодежи. В первую очередь, чтобы заинтересовать, а все остальное приложится. Он служит в 9-м гвардейском минно-торбедном авиаполку, где совершает 31 боевой вылет за год боевой деятельности. И впервые в истории авиации топит подводную лодку торпедой. За проявленное мужество, храбрость и отвагу указом Верховного Совета Президиума СССР Евгению Ивановичу Францеву было присвоено звание Героя Советского Союза. О биографии летчика Алсу Исламова знает практически все. Свои знания передает и другим ученикам кадетской школы на экскурсиях в музее. Каждый должен знать героев, которые когда-то учились в этой школе, считает Алсу. Мне очень интересно узнавать истории наших выпускников. Очень интересно представлять себе, что они когда-то учились в нашей школе, были в этом здании, и для меня это почетно. Летчик Евгений Францев славился своей аккуратностью, четкостью, пунктуальностью и любовью к учебе. Это, конечно, для меня пример, потому что сейчас очень нужны такие качества, как ответственность, пунктуальность. Нужно учиться, нужно уметь достигать своих целей. Теперь в школе, которая носит имя Героя Советского Союза, появилась парта, посвященная Евгению Францеву. На ученическом столе можно прочесть биографию, узнать о заслугах и подвигах участника боевых действий, который когда-то учился в этой школе. С 100-летнего юбилея Евгения Ивановича Францева мы начинали с начала года, с дня его рождения, с 8 марта, и в течение года занимались различными видами деятельности, но все были посвящены как раз этому юбилею. Побывали в местах его службы, выиграли проекты, и вот Парта Героя это как бы завершающее сегодня мероприятие этого года. Проект Парта Героя это часть масштабного проекта новой школы партии Единая Россия. В Пермском крае реализуется он благодаря победе в 21-м конкурсе социальных и культурных проектов компании Лукоил. Я вас поздравляю и с этим проектом поздравляю. Мне подарили книжку про Евгения Ивановича Францева. Я настолько влюбился и погрузился вообще в историю жизни этого человека. Вот кто-то пытается найти для вас, да, как для молодежи, там, героя, героев нашего времени, да, вам не надо искать. У вас в школе школа может гордиться двумя героями Советского Союза, оба летчика, причем с такой удивительной и непростой судьбой. До конца года парты героев появятся в школах Перми, Соликамска, населенных пунктах Сивинского, Суксунского, Ординского, Кунгурского, Уинского округов. Всего в Пермском крае символически появится 77 таких парт. Именно столько лет прошло с момента окончания Великой Отечественной войны. Валерия Ермакова, Виктор Морозов, телекомпания Ветта. И еще. В воспитании главное, как и во всем, не переусердствовать. Делу время, потехе час. И еще одно выражение, подходящее нашему следующему сюжету в качестве эпиграфа. На то оно и детство. Пошли на выставку в ТЮЗ за сказкой. Знаете, что отличают счастливые семьи? Там умеют посвящать время ближнему кругу. Делают это творчески и со вкусом. Так укрепляются сердечные привязанности и развиваются общие интересы. Счастливому времени, проведенному вместе, посвящается и выставка в Пермском театре юного зрителя. Ее тема – это время, если быть точнее, полночь. А называется она «Когда часы двенадцать бьют». Все работы – это аллюзия на тему «Золушки». Спектакль вошел в репертуар театра в прошлом году. Это мечты о предновогоднем чуде каждого из участников выставки. Многие работы очень высокого художественного уровня здесь и благодарны с родителям, включенным в этот процесс. Эти я прям чувствую над каждой работой бесконечные ночи, бессонные, когда мама с папой из шишек, елочек и еще чего-нибудь придумывают, какое-то чудо. В первую очередь, это же для этого придумано, чтобы это был семейный досуг, чтобы это вместе с ребенком провести время и посвятить это не просмотру какого-то мультфильма или какому-то такому потребительскому досугу, а досугу творческому. Это семейная история, мы вообще позиционируем себя как театр семейный. Мы пригласим лучших по завершении выставки, ориентировочно мы планируем в десяток числа января, объявить результаты, все это будет рассказано и в нашем паблике. Ну и, конечно, лучшим из лучших в фойе нашего театра во всей этой бесконечной красоте, детской фантазии. Мы выручим призы, поблагодарим их за активное творчество и вообще надеемся, что вот этот наш конкурс, он только набирает обороты. У нас, миграя, уже более 12 лет мы делаем конкурс такой новогодних творческих работ. Впереди еще там 60-летие нашего театра, 60-й сезон, 300-летие Перми. 400 работ участвуют в экспозиции. Среди них, кстати, есть те, которые создавались и соло, и целыми классами, и коллективами, и за студией. И многие из них это прекрасный образец изобретательности и замечательного полета фантазии в театре. Надеются, что выставка станет стимулом для всех нас. Наверняка время, потраченное на творчество, сделает его зрителей счастливее. Пальнриф, Владислав Рашидов, телекомпания «Ветта». Оставайтесь с нами. Всем желаю удачи. Мы помним, в нее нужно продолжать верить. Но надеяться стоит только на себя. Наши преимущественно юные зрители, хотя не только. Мы ждем ваши новогодние открытки на нашу почту конкурс собаковета.тв. Все подробности в нашей группе ВКонтакте. А, ну и, конечно, хорошего дня. 11 дней до Нового года. Ну, или 10, как посчитать. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok